Ассаламу алейкум мир всем приветствую вас я на своем канале я Аслан Азимов вот так у нас идет начало объекта цоколь у нас уже завершится сейчас вот немного осталось там ну 10 заложат мастера и цоколь сделано один к двум после смеки делается именно так то есть раствор делается один к двум и далее начало объекта какие нюансы были нюансы сложности почему как что сделано оставлю ссылку внизу под видео подписываемся ставим лайки комментарии далее хочу еще сказать что у меня есть создал группу в котором люди могут добавляться за 2000 рублей в месяц задавать вопросы по строительству есть люди в отдаленных местах далеко кто не могут приехать или встретиться очень много таких моментов я думаю эти вопросы поступают то тот кто хочет лично задавать вопросы и получать от меня какие-то дополнительные подробные советы добавляемся в группу и будем работать я никогда в своей жизни не выставлял ни донаты и не сбербанкаты я этим не занимаюсь услуга за услугу далее сейчас мы пойдем посмотрим что как у нас здесь делается уже углы у меня заведены поставим рейки нет профиля чтобы рабочим было легко и быстро работать так вот вы видите у меня выпущены арматуры то есть желание заказчика где-то идея кстати хорошая арматуры на растяжку держит хорошие нагрузки это хорошее решение и умное решение заказчик это несущая стена будет закладываться вот так арматурами все круговые естественно круговые и две вот эти несущие перегородки проект большой размеры дома вот эта часть 1450 вот эта часть 1670 будем заводить без облицовки пока сначала заведем круговые стены потом уже несущие перегородки и от них уже будем здесь естественно будет еще армопояс так здесь у нас будет оставляться зазор приблизительно 78 сантиметров приблизительно это будет так короче 78 сантиметров тепловые качества дома будут просто шикарные по факту по сути по факту дом будет как будто бы два кирпича и вот примерно половина для этого чтобы точно понять мне нужно сделать тепловый расчет это я сделаю не самому интересно при оставлении такого достаточно большого зазора дом будет просто шикарный я думаю газ будет топить вообще мало просто шикарный дом будет сделаю расчет и посмотрю для этого сделаем правильную работу сверху будем закроем где окна где двери это тоже вы увидите так это у нас идут цокольные ряды как я сказал расход сделан один-двум очень хороший расход почти как битон сделаны один-двум и все вот эти схождения перевязки мы максимально соблюдаем где-то не получилось что-то какая-то мелочь но в основе все соблюдается далее эту сторону заказчик сказал мне что эту сторону и вон ту заднюю стену он будет штукатурить потом я говорю зачем штукатурить давай сделаем вот так расшивок под лов стиль будет всегда вот четко красиво выглядеть вот ребята расшивают даже вот такая готовочная кладка выставлена видите отметки сделаны чуть ближе покажи вот сделаны отметки чтобы не подкладывать кусочки какие-то финти пляжки тут сделаны отметки везде и все мастер там работает выкладывает кирпич вот это оставлено места под рейку сейчас буду устанавливать туда реки профиля и для работать будет очень легко и удобно вот вся стена вот так выложена и кирпичи очень разные широкие тонкие очень большие разницы идут на кирпичах но при расшивке все смотрится нормально допустим смотрим вот здесь одна толщина другая толщина другая толщина другая толщина все это очень разные разве но в основе на общем фоне все выглядит нормально так с этой стороны еще пока облицовка не выложена здесь всего лишь цоколь облицовка здесь не выложена сейчас установлю профиля и все дальше вон та стена не будет уже расшиваться просто будет полный шелк от срез все там про расстояние вот такое там 80 метров от того там расшивать не будем вот как видите здесь тоже разбежки все сделано везде максимально стараемся не халтурить но все же так вот на общем флане плане вся кладка выглядит четко кирпичи очень разный но кладка выглядит нормально а ящу так проблемы начнутся сейчас под мастерами потому что у меня конверты находятся на другом объекте здесь тоже нужны конверты но проблему как-то решим вот так установлены рейки некие погрешности убраны за счет профиля и все дальше будет идти четко про по профилю нитку сейчас натянем с этой стороны на две стороны пока что углы завел и в первую очередь приходится проскочить зажимы вот такими ребят проскочит зажимы потом уже перейдут на вот такой отсюда у них так закручу и будет идти вон туда в ту сторону а то на том углу тоже будет такая же причалочка а там уже прямой без 90 градусов там вот такой такая штучка и ребята у меня поработают очень легко задание прорабу что он должен соблюдать вот идешь ряда 45 выложил смотришь допустим можешь кирпич чуть оставляешь место чтобы до реки не соприкасал чтобы не выдавлю не бьешь кирпичом туда-сюда рядом аккуратно оставил место 45 рядов выложил проверяешь по уровню эту сторону эту сторону где-то если что-то чуть ток есть подкорректируешь с этой стороны вертикальный шуй оставляешь вот эти не забивая чтобы перекинуть любое время рейку а когда все а уже заведем уберем рейки дальше дамажим уже вот эти расшивочные места так вот как у нас работа продолжается после зажимов 2 вот эта причалочка чтобы зажимы не мешали дальше уже пойдут вверх без проблем ступеньками завели низ не потянуть было бы поэтому короче оттуда пойдут и вот такая лофт облицовка из такого самое я бы сказал это самый нестандартный кирпич но мастера из этого нормально что-то делают здесь заказчик вообще говорил что штукатурка зачем штукатурить тут если по цене взять 45 раз перерасход идет тем более штукатурка зачем с этой стороны тоже прораб работает если что не так то прорабинова автомобила выставить он диагональ все выставлено все уже дальше работаешь так с этой стороны под срез идет кирпич даже на вот такой стене это не облицовка даже здесь под срез идет все равно здесь тоже даже не подложен ни один кусочек сделан расклад все сделано по раскладке даже если бы здесь пришлось бы рубить ничего страшного еще и шизу и внутренний зажим езу и сатот образного штукатурка сан здесь в принципе ничего нету даже если рубить кусочек просто ничего страшного здесь абсолютно нету но самому мастеру после расклада работать намного легче поэтому сделан расклад расчет все сделано так сейчас пообщаемся с прорабом дадим ему задание и пойдем дальше так теперь ждет или на вках справишься да теперь короче дня два-три поработаю там уже оставшуюся бутовку докончен и армопояса залете пока здесь поработать и ищем подсобников пойдет и в гудермесе устраивать если подсобники будут с гудермеса и саргуна тоже чтобы с собой забрать серии дуи каждый пятый ряд галуз перевязочной серии на каждый третий кирпич вот лофт стоял так лицевая облицовка у нас скорее всего будет позже только позже не сейчас сосед часто приносит холодную воду арбуз он тот сосед так скорее всего заказчика по ходу уговорю на 5 элемент либо мср либо ручная формовка пусть накопит себе деньги пока облицовку оставим сделано полностью расчеты расчета сделано конечно под ориентировочный кирпич 25 с небольшими схождениями 2-3 миллиметра если ручная формовка придется уже как-то выходить из ситуации так теперь ребятам все готово чтобы работали дня два-три они тут поработают и заберу их в Ильиновку я с заказчиком так договорился объяснил ему что мне придется их забрать чтобы они там закончили бутовку и армопояса залили сам уже завтра должен быть в Ильиновке все начал все выставил все хорошо получилось опыт набирать все молодец набирайся опыта главное не скорость главное четкость работы все набирая все опыта кирпичи очень разные по длине это вообще чтобы им как-то контролировать вертикаль очень тяжело бывает но Юсуп справится спасибо всем за внимание Юсуп справится здорово и с прораба справится дейчане про ты справишься и правится дейду я все собак табила хатя бы или это пиратские повязки все это и отец ансредо бальдегтchildren это спасибо всем за внимание ну